И снова здравствуйте, всем привет! Итак, последний персонаж, в принципе не последний, еще остался этот как вот, Джафар. Попробую его потом сделать. Значит вот частичный передел, ну как частичный, осталась одна голова и кепка. Полностью тело, вот этот полностью китель, все пришлось переделывать у персонажа и задирать ему голову, потому что голова была слипшаяся именно с животом. Это не есть гуд. И когда вот персонажу нужно было сейчас вот поглядеть кверху, да, то вот этот живот весь бы сейчас поднялся именно к шее. Так, что тут еще? Ну кисти, это кисточка, это готовые кисти. Что еще тут у персонажа, давайте посмотрим. Если, значит, китель отдельно, я единственное, стормозил, что оказывается вот эти рукава должны быть на персонажа, а он у меня теперь в какой-то, ну как его называют, ночнушке что ли. Ну вот так я его мало-мало проделал. Добавил полностью. Так, немножко меня отвлекли. Когда начинаешь писать ролик, обязательно кто-то о тебе вспомнит. Начинают звонить, скучают, наверное. Так, условно, вот такой персонаж. Так, что у него тут? Вот такая кепка. Ну, глаза отдельно и в принципе все. Я хотел ему заместо обуви просто пальцы, ну, ноги сделать голые. Было прикольно. Потом можно было просто ночнушку закрасить и был бы просто какой-нибудь, не знаю, лесник. Ну, как-то так. Так, давайте Ctrl-Z, Ctrl-Z. N-панель, сразу Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Хотя столько роликов уже снято по ригам, что, надеюсь, они вам помогают и вы уже в принципе научились. Так, давайте Shift-A, сочетание клавиш, арматура, Single Bone. Заходим в Viaport Display in front, чтобы ее видеть. Заходим в Edit Mode, что можно сделать. Ну, давайте низ кости выберем, подгоним. И, значит, верх кости выберем живот. Делаем так, чтобы полностью ремень, он так не получится, да. Ну, в принципе, король так сильно не изгибается. Давайте как-нибудь пониже поставим косточку. Выберем полностью ремень, чтобы на этом, значит, промежутке он не искривлялся. Так, ну, теперь, значит, E, английская E. Так, тройка на нампаде. Еще одна косточка, значит, E, это будет шея, коротковатая будет. И, значит, косточка E, это будет уже основная голова. Так, следом, как я всегда делаю, значит, делаем, вытягиваем косточку Alt-P, Prior Parent. Ставим ее, давайте, на нижнюю челюсть, G, чуть-чуть, можно повыше поднять. Теперь делаем Shift-D, выбираем косточку, делаем Shift-D, ставим ее, можно на нос, можно, значит, на усы. Давайте попробуем. Каждый персонаж просто разный, по сути своей, да? Так, ага, видите, глубина, значит, рта. Здесь я уже запутался по усам, и, получается, тогда поднимем повыше. Так, эти косточки вяжем Ctrl-P и полсет к голове. Так, пока с этим делом все. Теперь у нас получается... Теперь у нас получается E, ключица. Alt-P, Prior Parent. Сразу ее вяжем к ближайшей косточке к шее. Ctrl-P и полсет. Следом у нас получается предплечье. И, значит, сама кисть. Тут уже идет у нас семерка, потому что у нас плечо уходит чуть назад. А, значит, эта рука приходит сюда. Теперь, что я хочу сделать? Я хочу отключить куртку, чтобы она не сбила, значит, где у нас тут локоть, где чего он. Так, теперь у нас толстый персонаж. Нам понадобится E, вытянуть косточку, которая будет держать толщину именно пояса. Alt-P, Prior Parent. И вяжем ее к тазовой Ctrl-P и полсет, чтобы она следовала за тазовой косточкой. Так, теперь самое то, что я не очень люблю это делать, кисти рук. Ну, погнали. Я тут, наверное, на ускоренный бы показать, как. Ну, ладно, давайте мучиться. Так, E. Руки у короля маленькая. Тут тоже у нас E. Подтягиваем, сейчас все будет кривовато. Нужно будет подгонять под каждую фалангу. Так. Вот видите, насколько все E. Но вам. Так. Что у нас тут? Вот эти выравнивают. Есть, конечно, неудобства. И теперь смотрим, чтобы именно вот эти все косточки заходили в меш. Чтобы они вверху не торчали. Но они будут и так работать, конечно. Так. Тогда ставим вот таким образом косиной. Цельную вытягиваем. Все попало. Делаем ей сабдивизии. И еще верхней сабдивизии. И тут немножко, наверное, оттянем. Так. Теперь что у нас? Еще одна косочка. Значит, E. Смотрим, как она легла в палец. G. Проверяем, насколько она сама в пальце. Делаем сабдивизии. Подразделяем, значит, эту всю штуку. Ну, как-то так-то. Так. Теперь выравниваем, как бы вот так, наверное. Чтобы кисть поровнее была. Вытягиваем. Смотрим. Видите, в бок уходит. Выравниваем. И тогда жмем сабдивизии. И чуть-чуть, значит, вот эту фалангу увеличиваем. Так. Ну, предпоследний парец. G. Сабдивизии. Сабдивизии. И, значит, чуть-чуть G. Вот этот мизинец. У него вес, значит, поменьше, где нога. Потом чуть побольше. А вот эта вот уже косточка. Она вообще побольше. Ну, первая фаланга, она чуть-чуть, наверное, больше, чем вторая. А третья меньше, чем вторая. Ну, вот таким образом. Так. Теперь у нас выходит боковая косточка. Палец. Так. Е. Вытянули. И боком ставим. Е. Выравниваем. Сабдивизии. Тут у нас две косточки. Р. Ж. Ну, и покажем, куда ей гнуться. Да. Оп. Так. Единица на нампаде. Вроде бы, кисть сделана. Теперь. Е. Вытягиваем косточку. Делаем ей. Альт. Пи. Клиер. Пейленд. И вот эту косточку первую, которой вяжутся остальные кости, привязываем к этой управляшке. Контрол. Пи. Кипо. Попсет. Так. С этим делаем всё. Теперь самое простое. Это, значит, ноги. Е. Вытягиваем косточку. Вниз. Альт. Пи. Клиер. Терренто. Соединяем. Джи. Подставляем на персонажа. Тройка на нампаде. Делаем, значит, загиб, где приблизительно у этого гражданина будет колено. Так. Давайте поменьше, а то он будет хромой. Опускаем косточку на уровень щиколотки. И теперь, значит, Е. Опускаем ещё одну кость на ботинок. Управляшку тоже вытягиваем. Выделяем её. Левая кнопка мыши. Альт. Пи. Клиер. Пырянто. Соединяем. И теперь ботинок вяжем. Контрол. Пи. К управляшке. Кость, значит, ориентира я не буду делать. В принципе, нога ровная. Она должна знать, куда будет крутиться. Так. Теперь вот эту кость вяжем в казово. Контрол. Пи. Типлсет. И у нас есть подмышка. Вот с этим делом давайте тоже поработаем. Выделим какую-нибудь верх кости. И тройка на нампаде. Делаем Е. Альт. Пи. Клиер. Пэрент. Полным персонажем желательно ставить вот эти вот косточки дополнительные, чтобы у него тело не деформировалось сильно. Получается, если я сейчас буду полностью опускать руку, ключица у меня находится чуть ближе к голове, а подмышка там сзади широчайшая, там, ну, спина, да, она чуть дальше. И получается, если будет рука полностью сгибаться, вот эта часть вся, где сейчас стоит косточка, вот эта вот, будет вминаться в тело. Это будет очень нехорошо. Так. Выделяем косточку и вяжем к верхней. Или можно даже к этой. Ctrl-P, типа, все, чтобы она гнулась именно с этой косточкой. Если будет гнуться позвонок, то где-то будет, наверное, так. Ну, да. Так, ну, в принципе, с этим делом все. Теперь у нас что получается? Стройка на нампаде. Нам понадобятся глаза. Вытаскиваем косточку E. Alt-Pin-Create Parent. Делаем G. Так, теперь Object Mode. Выбираем глаза. Стройка на нампаде. Привязываем глаза с это Origin 3D геометрии. Так. И давайте их вытянем вперед. Подальше от персонажа. Для чего? Чтобы, когда кости привяжутся, привязка не зацепила, допустим, бороду. Будет не очень хорошо. Так, теперь. Что у нас получается с шапкой? Шапку тоже назад. Шапки делаем с это Origin 3D геометрия тоже. Выбираем косточки. Заходим в Edit Mode. R. Перекручиваем косточку. И смотрим. Когда вы на глаза будете ставить косточки, смотрите, чтобы они не были перекручены. Вы им потом ума не добитесь. Кость должна быть ровная. Если где-то там кость на сиколотке, на ноге, в зависимости от строения ноги, перекрутилась, это не беда. А вот если глазная перекрутилась, при присоединении, значит, глаза, они перекрутятся так, что вы их потом уже даже глаза не перекрутите. Вот. Ну, где-то так объяснил. Короче, тут будет полный хаос. Шиф-D делаем дубликат. Шиф-D делаем дубликат. Теперь вяжем вот эту косточку к управляшке. Ctrl-P типа offset. Так. А глазную вяжем голове. Семерка на лампаде делаем шиф-D. Правая кнопка мыши мира X-Global разворачиваем, значит, косточки по осям. Ну, лево-право, да? Чтоб нормально всё было. Ну, с этим всё. Так. Теперь рот можно делать, значит, шибкими. Борода позволяет. Сюда всё нормально. Так. Глаза тоже можно морганье делать шибкими, потому что есть очень, вот они, хорошие веки. Это тоже нормально. Так. Стройка на лампаде. Теперь нам понадобится E косточка. Alt-P Client Parent. Делаем Можно сделать там по всей шапке. Ну, чтоб шапка большая, чтобы её всю захватить. Да, допустим, вот она её всю привяжет. Не будет каких-то косяков, но, в принципе, можно так и не делать. Можно маленькую поставить. И она уже от неё, если будет привязка, то шляпа уже при привязке поймёт, что это кость главная. Так. Косточку E вытягиваем. Alt-P Client Parent. Так, ну, это тоже уже, в принципе, шик. Не обязательно. Но давайте сделаем. Так. Всё, попали. Так. И теперь, значит, E E вытягиваем косточки. Эту косточку вяжем к этой управляшке Ctrl-P киплсет. А управляшку вяжем в голове. Ctrl-P киплсет. Так. Ну, теперь нам понадобится что? Выбрать все кости с одной стороны. Проверяем, чтобы все были выбраны, чтобы потом не возвращаться. Да? Проверяем. Так. Делаем Shift-D. Правая кнопка мыши X-Global Mirror. И подставляем на другую сторону. Object Mode. Что нам понадобится? Нам понадобится выбрать персонажа, выбрать глаза, выбрать шляпу и выбрать кости. и сделать Ctrl-P привязку White Automatic Widget. Матюкается. Видите, вот внизу Bonehead. Не знаю, что матюкается. Сделаем всем. Значит, заходим в Edit Mode. Находим Mesh. Находим Clear Up. Mesh by Distance. Так. Персонаж нормально. Так. Смотрим глаза. Глаза нормальные. Так. матюкалка была шашляпой, Тоже вроде нормально. Так. Ну ладно. Пробуем привязку. Так. Опять идет матюкание. Попробуем Alt-H вернуть куртку. И попробуем Ctrl-P White Automatic Widget. Все равно что-то у нас идет матюкание. Так. Пробуем отдельно. Ctrl-P White Automatic Widget. Персонаж привязался. Пробуем наоборот. Ctrl-P White Automatic Widget. Шляпа. Так. Шляпа не столь важный предмет. Значит что-то тут сеткой. Да? Может быть какой-то излом. Не суть вопроса. Сделаем попроще. Просто изменим значит сетку чуть-чуть на Decimate. Попробуем ее опять привязать. Ctrl-P White Automatic Widget. Все равно матюкается. Непонятно. Выбираем Ctrl-Z Ctrl-Z Попробуем глаза привязать. Ctrl-P Light Automatic Widget. Глаза нормально привязали. Так. А что у нас со шлямпой? А ну давайте проверим. Она может помотюкаться, но косточка будет работать. Да? Нет. Увы и ах. Стоял он в сапогах. Значит это мы отключаем и пробуем еще раз. Edit Mode Mesh Показывать нет ничего. Так и продолжается бой. Так Delete не проблема. Файл Import Ops Ляпа. Продолжение следует... Пробуем ее опять привязать. Так. Ctrl P White Automatic вывезет. Блин, и этот матюкает. Да что с тобой не так. Вроде сетка нормальная. Ага. Вот что может быть. Сетка вот она. Находим давайте попробуем немножко ее Edit Mode. Вот. Вот. Delete Vertex Groove Delete Vertex Groove хорошо поиграем таким образом если косяк в сетке какой-то я не пойму что там происходит можно и потом будет переделать децимейтим ее и значит apply а теперь зайдем в edit mode и нажмем mesh и нажмем clear up money by distance control пи white автоматик выйдет не пойму ты не хочешь где-то хорошо попробуем заменить кости чтобы время пока не тратить давайте вот это все дело по простому сделаем control пи пульсет хотя уже время тоже потрачено делаем привязку без перьев вот перья хоть не переда хоть кость за меня и хоть не за меня и вот как узнать косяк ладно делаем по простому значит да выбираем хляпу выбираем кость делаем control пи бомб все пусть тогда будет так привязана если что перед пером можно будет руководить именно шепкеями или переделать значит сетку надо я не пойму в чем тут уже и децимейт только ну ладно уже сделано пусть будет в таком варианте ну в принципе все выбираем кости заходим в пост мод вот значит теперь значит теперь гадку на голову нашему персонажу желательно поближе и желательно поровнее так так теперь что у нас по глазам давайте сразу настроим глаза значит выбираем кость направляешь и кость глаза контрол шифт цель рек ту как опа на кто тут за сбой пошел контрол шифт цель рек ту игре игре контрол шифт цель рек ту игре з так вот какие то такие сбои бывают значит персонажи и это получается нужно искать теперь в сетке косяк контрол шифт цель инверс кинематик это будет у нас настройка на две кости ноги контрол шифт цель инверс кинематик на две кости так теперь рука то же самое ну и это рука то же самое так что то у меня где то подтормаживает оно ну ладно вроде бы все нормально так шляпа снимается проверяем рот так сначала давайте проверим шею р вот вот теперь нормально голова немножко р р р ух ты все кто метод на этот программа так что пишет подгоняет вот красавчик так но теперь тут вопрос в чем голову то мы перекрутили делаем контрол з контрол з во давайте сразу вставим глаза потому что они привязаны к голове и было бы не хорошо когда голова их перекручивает совсем не туда так угу так это попало как а по моему у нас тут что-то у меня не привязалось а ну-ка ну да ну да так поусмотр только на нам падим в принципе все теперь заменяем значит кости так мышка вылезла ну все не слава богу как отключим пока текстура то что тоже подтормазывает вот по поводу кто говорит что-нибудь такое это сделать ну вот бывают моменты вроде модель легкая а ну-ка модель легкая а ноутбук что-то подтормазывает так н панель рик значит это будет финжеры применяем что тут все нормально вон группы подкрашиваем так теперь вот это тоже проскочило подкрасим так это у нас боковые все боковые которые держат значит ту или иную значит часть тела лучше делать сферами так и немножко значит их увеличить и развести чтобы знать что здесь именно две кости так пусть это будет зеленый цвет какой-нибудь чтобы их меньше видно было так теперь что у нас вот эти кости это будет у нас все церквы и пусть они будут значит желтые теперь кости управляшки теперь кости управляшки это кубы цвет цвет будет красный чтобы были заметны вот нажала она не выделилась финжер этот так теперь у нас ну так тоже будет финжевый но побольше чтобы их было видно и пускай будут красный так теперь по глазам значит вот эта кость у нас будет с это будет красная и вот эти направляшки это будет у нас из из или как это один глаз сделаем желтым один глаз сделаем зеленым ну вот в принципе все персонаж готов теперь нужно привязать ему шмотку надеюсь кости дополнительные по низу не понадобятся видите что дисней как делает шмотка именно далеко и поэтому в принципе кости ну вот это все не должно привязаться выбираем одежду выбираем кости делаем ctrl p white empty group выбираем нашу шмотку и заходим в модификаторы находим data transfer выбираем нашего персонажа находим vertex vertex group и делаем значит apply так теперь тестим выбираем нашего персонажа заходим пост мост ну в принципе видите при походке все будет двигаться это уже не есть гуд это уже не есть гуд и поэтому поэтому нужно или настроить веса чтобы вот эти кости не тянули значит наш вот этот петель просто красный его покрасить вниз давайте попробуем вот выбираем кости выбираем китель заходим рисование веса выбираем кость так вот видите что желтым настроено нам нужно красным да теперь выбираем эту косточку через shift и попробуем тоже самое смотрим чтобы меньше значит красить там где он будет сгибаться так вот он он тоже здесь и так косточка тут тянет так а это а так а это так а это это обувь уже не тянет так и еще что вот это косточка поясная видите она тоже в принципе не тянет но это сзади вот то что она будет сгибаться настроена вот эти ноги единственно что вот теперь тянуть не будет в принципе при анимации вот этой части не должна двигаться а так теперь тестим ну-ка заходим в post мод выбираем корточку прояску g g ну вот она движется от пояса но уже не так что прям раз чуть-чуть тянет да а тянет чисто от пупка теперь а ну-ка ctrl z давайте еще раз попробуем так а вот эти то я не потестил но вот эти ягодичные тянут вот эти ягодичные тянут так и вот эту косточку вот эту всю часть она не должна тянуть а ну-ка ctrl z так руку зацепил не хочу потом перекрашивать вот это уже не так но все равно как движение должно в плаща быть потихоньку пускай движется вопрос создается какая но это от пояса создается на если я ищите покрашу тогда получается проще вставить косточки ctrl z ctrl z можно было конечно еще кости вставить здесь и было бы все зашибись но это должна быть цельная модель когда-то придется вот так вот довольствоваться ну бегать он не бегает прыгать он не прыгает в принципе или сидит или разговаривает так что небольшой него функционал вот так вот этот будет персонаж значит для скачивания в группе ссылка на группу будет в к заходите присоединяйтесь там уже много персонажей уже есть скаченная значит агроба я еще доделаю центральные ворота какие-то здания попробую все это сделать скомпоновать в микрорайон какой-то да чтобы походить и сделаю дома которые можно будет заходить там прыгать на чердак допустим вылазить делать какие-то анимации с помещениями пардонте ну где-то вот такая штука все всем пока до свидания анимации ам Продолжение следует...